Вашему вниманию предлагается рециркулятор бактерицидный влучатель. Я в свое время купил где-то за 3 с чем-то тысячи. Значит, какие у нее недостатки у этой дешевой модели? В том, что достаточно шумный вентилятор используется. То есть, ну, сэкономили. Можно было ставить какой-нибудь с более дорогими подшипниками, малошумными игольчатыми. Вот эта вот лампа, которая показывает индикатор оставшихся резерва лампы. 8 тысяч часов обычная лампа. Она провалилась внутрь. На самом деле, эти лампы могут работать и дольше. Это просто их производители написали вот это ограничение 8 тысяч, чтобы у них чаще лампы покупали дорогущие. Сейчас по 2 тысячи стоит такая лампа. С учетом нового курса. Вот. И еще, значит, контакты плохие. После включения не всегда загорает сразу лампа или не в любом положении работает. Вот. У провода сразу вот эта вот штучка черненькая отломается, которая должна уменьшать вероятность излома провода. Но сам провод достаточно толстый. То есть, не хлипкий. Здесь я поставил вот такую вот шумоизоляцию, которую обычно ставят на автомобиле. виброплант. Там вид он плюс, сверху слой металла. Вот. Такой вот девайс. Вот видите, повернул, уже отключается. Вот включил, повернул. Так, теперь технические характеристики. Здесь я их заклеил. Тут тоже вибропласт проклеил. Вот видите, она неустойчиво работает. Вот. Поэтому перед покупкой проверять технические характеристики изделия. Вот. Ну и достаточно мощная модель. 30 ватт лампа. Вот. Упал, естественно, до всех коронавирусов для эпидемии гриппа. Вот. Ощущается запах озона. Такой, как после ксерокса. Так что длина 90 чуть больше 90 сантиметров. Метр почти. Спасибо большое за внимание.